Девочки, мальчики, мужчины, приезжает моя подруга, фея Иванова, я бегу за шапузиком. Всем привет, прицепи солнечный, это ли на проводе, у нас весна веснущая, но холодно, прям чувствуется морозец. Ну, прохладненько, можно шапочку одевать и даже варежки, особенно кто на велосипеде, по-любому, в шапки, варежки или в капюшоне. Я бегу по делам, вернее, я уже одни дела закончила, бегу по вторым делам, сегодня с самого утра на ногах. Хочу забежать здесь в магазин в Коповске, я редко туда хожу, мне немножко там, ну, ни по дороге неудобно, без этой вот треножки как прыгает, стабилизация на телефоне. Хочу зайти посмотреть, если есть рыба, моему рыба там среда-пятница, но хочу пойти посмотреть, если есть рыба. Это рада от этой Саши, она еще плохо есть, она стала. Я говорю, у тебя какие-то личные переживания есть или как? Нет, я говорю, ну, поговаривают, что с 4-го числа все откроется уже. Уже по телеку сказали, что будет Рождество разрешено между родственниками и в определенном количестве. Говорит, сейчас откроют, я говорю, конечно, дома сидеть, сейчас такой возраст, в этом возрасте им бы бегать, да, чудить там. Сидя дома, лежат на диванах. Вот вроде погода хорошая, солнечная, ветер чувствуется. Хорошо, что я зимнюю эту куртку одела. Потом домой, мне надо дома брать себя в руки сегодня, разгрызти там последнее, что осталось. По углам, ну, я имею в виду, в кровать там, поскладывать из моего шкафа. Мне нужно вынуть там полотенца, которые там, ну, зачем они там подлежать, то есть в кровати лежат. Единственное, что нет у меня вот этих организаторов, вот эти вот мягкие, куда можно сложить вещи, да, на замок застегнуть и положить. Как же они называются? Организации. Ну, такие коробочки тряпочные или пластмассовые сверху, чтобы было видно, что там у тебя лежит. И туда в поддон все убрать. Потому что в поддон тяжело, я же думала плитку туда положить, которая у меня осталась. Мне, естественно, плитка туда не подойдет, потому что там пружинистое дно. И кровать очень низкая, я не знаю, как ее под кроватью мыть. А мыть надо, потому что за неделю там пылино собирается. Ого-го, я что, я же буду спать на пыли, что ли? Не будет понятно. Постоянно, помните, собаки гавкали. Ой, мне надо еще зайти, будет в хозяйство, накупить туалетную бумагу по мелочам. Ой, уши мерзнут. Мы вчера топили дома, включали батареи, потому что холодно. Но тепло сразу стало моментально. Видно, топят сверху, сбоку топят. Пара там живет. Боже, ни рыба, ни мясо. Такие люди прям есть вот меланхоличные. Это вообще без улыбки никогда. То есть, вернее, никогда нет улыбки. Вон они, балконы, которые я все время показывала. Видите, цветы. Не укрыла она, потому что как-то в каком-то году я снимала, она корни прикрывала. Точно, видите, на велике и в шапке. Очень холодно. Шапки в маске вместо шарфа. Я хорошо оделась, прям тепло в груди. Все равно, видите, как красиво на балкончиках цветочки. Она даже не обрезала в этом году свои цветы. У нее прям такие шикарные были несколько лет подряд. На улице никого. Ни души. Как в первый локдаун очереди. Отрываешь билетик, стоишь, делаешь очередь. Кассы полные. Пускают по несколько человек, в общем. Нет, из одной рыбы я стоять там не буду. Курты у меня есть. И бананы, и яблоки, и хурма. Я покупала несколько дней назад. Сегодня сделаю голубцы. Сейчас посмотрю, если рыбный открыт, может в рыбном я ее возьму. Просто в рыбном он чуть дороже стоит. Вот. Но стоять нет, абсолютно нет. В этом районе, вот этой зоне, живет очень много пожилых людей. И они скупаются там с утра до вечера. Вот этот у нас открыт магазин. Вот этот у нас красивущий магазин открыт. Молодцы. Классный магазин. Я думала, что он пользуется и будет пользоваться успехом. Прям свежие фрукты. Я прям уверена, что в копии за фруктами больше никто и не пойдет. Посмотри, оса летает спящая. Сейчас я в рыбный зайду. Посмотрю, что там в рыбном. Тоже очередь нить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диск. Диск. Можно, только если показать вам, чтобы вы представляли вообще, о чем речь может идти. Мне нужно было диски, ватные диски. Мне нужно было для ушей вот этого вот штука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот я покупала каки на днях, положила на окно, чтобы они это доспевали. Девочки взяла рыбу, у Саши, во-первых, плохое пить есть, но я же говорю, что это, наверное, еще, знаете, то, что дома сидят, это вот расстройство, все равно это какая-то депресс-луха все равно присутствует. В зависимости от возраста. И я еще не говорю, давай я это рыбки возьму тебе. В магазин, я же говорю, не пошла, потому что там очередь огромная. Но мы что я там стоять-то буду? За одной рыбой, а потом еще и рыбы. Вы знаете, если даже в пятницу был завоз, сегодня могли все расхватать. Мне немножко туда неудобно ходить. А взяла рыбу, одну взяла вот эту вот Арата, Дорадо, я ее называю. Они сразу ее почистили, помыли, сейчас я ее приготовлю. Она по 8 евро вышла, 8 евро вот это, вот одна штучка. Я все время возмущаюсь, говорю, мы живем на море, около нас море 20 минут. Говорю, у нас такая дорогущая рыба. И еще одну, я забрала, кстати, последнюю, после меня там еще женщина. А! Петальди? Она говорит, попозже мне сделает. Вот, и женщина за мной пришла, тоже хотела, но я уже забрала последнюю. И там у них уже клиенты постоянные, которые им звонят. Она записывает, откладывается по пакетикам, они чистят. И потом уже люди приезжают ближе, наверное, к обеду и забирают. И людей, кстати, сегодня было много. Или такое скопление людей, кажется, потому что нельзя заходить по несколько человек. Взяла вот такую рыбу, не помню, как она называется. Ой, мяхом, кажется, все потечет. Взяла вот такую вот рыбу. Тоже ее сразу почистили. Она такая немножко розовенькая. Вот ее я сейчас в этот самый и в морозилку. Пакет и в морозилку. Я рыбу покупаю, просто что в этом магазине, который около моего дома, там рыба не продается, понимаете. Мне неудобно бегать в этот магазин. Конечно, хорошо, если забежал, там купил три рыберки, бросил в морозилку. Тем более я не знала, что будет этот коронавирус. У меня морозилка не безразмерная. Вы же сами понимаете. Потому что мой холодильник на карантин не рассчитан. В общем, они сразу ее почистили. Это самое. Я ее сейчас в пакет и заморожу. А эту дораду я ей сделаю. У нас, когда чуть позже, она сделает. Потому что у меня картошка стоит. Мне надо же картошку доесть. Девчонки, вот такая вот рыбешка. 8 евро вот это вот одна. За две я заплатила. Сейчас я вам покажу примерно, чтобы вы просто цену приблизили. У меня глаза на его болезнь. Я заплатила 25 евро. Это три часа подработки. Короче, отработал и это сама. Отработал и купил дитю рыбу. Вот смотрите. Вот один чек. И здесь. Я отдала 25 евро ровно. Да, 17 вышло вот это вот. Да, 17 вышло вот это красная рыба. И 8 вышло вот это вот оно. Чтобы вы примерно понимали цены на рыбу в нашем городе. Я не говорю за всю Италию. Город Пиза. Кто первый раз подключился на... Попал на влог. Это вот, пожалуйста, посмотрите цены на рыбу. Чтобы примерно вы понимали. Это я не плачу. Это я знаю, что потому что там особенно любительницы, которые любительницы пообсуждать. Мои лифчики, трусы там и все остальное тоже вам на заметку. В общем, одна у меня отправляется в духовку, в морозилку. А одна будет стоять, ждать звездного часа. Я приготовлю ей чуть позже. На сковородочке. Потому что духовка пока не работает. В основном я делала картошку с маленькими помидорчиками. Кто-то у нас смотрит в духовке с рыбешкой. В общем, довольно дорогое удовольствие. Вот даже если взять цену вот этой вот 8 евро, вот этой вот рыбы одной, на 8 евро семья может купить, во-первых, очень много мяса. Ну, если вы покупаете не в мясном, вот это вот в приватных, а если вы покупаете вот в магазинах, там можно и ребрышки купить, и курицу можно купить, и сосиски, то есть можно купить. То есть на эти 8 евро, в принципе, можно накормить семью. Там, я не знаю, даже на эти 8 евро можно купить. Молоко, муку, яйца, макароны, ту же курицу. То есть вот это все можно купить, вот чтобы проесть одной семье. Понимаете? То есть, ну, в принципе, дорого, конечно. Но аппетит плохой, если не уходила по по делам и даже сашли можете рыбу купить она купи мне рыбку обжарю там картошечка пюрешку сделаем и это ходить у поезд не хочет ездить нам не хочу у него сама пить это нет в общем одну в морозилку одну на раздел как ее разделать уже она уже помыта все а я что я тем временем сейчас разнесу все это вот все что я взяла химию своим местам и начну заниматься своей комнатой вчера мне звонит подруга говорит слушай ну как там твои кошки то реагируют на на кровать или ой нет им все бестолку со мной а люди знаешь вчера завалился симон прямо мордок морде моряк залез под одеяло прям туда в ноги ко мне филипп с этой стороны только пацаны со мной спят девчонки спят в своем домике вот вчера такая погода была знаете вот вы можете спали как и целый день а потом к вечеру только разговариваю с альпина и со сверху маша пришла залезла когти вцепила и висит на этой кровати у меня чуть разрыв сердца не было я рубли начинается выше гоните алю кошки вышел и вообще что ли и утром сегодня тоже пошла по низу там со стороны этого самого пошла тоже и причем не то что там в гугле было написано что у них скользят ногти да они они не цепляются за велю нормально там все цепляются учили вообще надо будет на базоне посмотреть на базоне продаются такие диски они как из пленки эту пленку наклеиваешься типа такая плотная и они короче типа не трогать надо заказать на амазоне посмотреть а это я купила упала 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 девочка а у тебя все сейчас я это отнесу и подниму свою этот самый лауретту на сплю я классно единственное что вы знаете я не знаю не у меня сама по себе спина болит но большая нагрузка на спину идет понятно мне что же не 20 лет как бы не хорошилась наверное я все равно кручусь верчусь но мне там девочка описала что вы будете к новой кровати привыкать дней 5 вам а вы к ней вот но я конечно довольная просыпается и самое главное знаете хоть и болит спина в хорошем настроении потом я еще начинаю с комментарии я начинаю мнительный человек местами и я начинаю себе шифровать что наверно не тот матрас я сэкономила на матрасе потому что все писали что матрас должен быть как минимум в два раза дороже кровати матрас также стоит как кровать потом еще поговорила с карла наверное матрас мягкий фуфло ой короче может я сама себе знаете наши провала хотя читала комментарии по предыдущем видео девочка писала год я купила вот матрас за 600 евро говорит и фуфло такое варить на одну одним словом и думаю не фига себе 600 евро этот самый матрасика еще и женщина недовольная осталась сегодня также в планах у меня голубцы налепить для себя для любимой саша тоже такое не люблю не любят они когда маленький брелопали все и что-то еще хотела сказать а вот поговорили что я говорю это сама но все постиранное я хочу поубирать и укрыть кровать поговорить что 4 числа нас по идее должны опять не то что открыть с красной зоной мы перейдем в оранжевую и типа попусти попустится этот карантин передвижение по городу и вроде как какие откроется да там можно посмотреть какие-то комодики для для дома также все закрыты все это понятно что вы передвигаетесь по документу только в тех случаях когда вам надо ну понятно что все равно передвигаются девочки конечно это там для дебилов которые там потом я не знаю я уже я уже не надо даже не буду объяснять все дебилы и сами имеем объяснение объясняет так что я пойду это все расставлю если мысль сломлю себя на мысли потом еще кушать старше сегодня говорю сейчас я либо сделаю свои дела говорю приду армия надо сделать уборку потому что надо стену или по убирать она говорит я сегодня ничего делать не хочу а сейчас говорит налей мне воды приготовь не воды будут саша постоянно отодвигает диван чтобы хорошо пропылесосить пылесос называется филе то один из самых лучших пылесосов италии но это старая модель это карлу подарили он мне его отдал потому что дорого стоят пакеты на него и вытирает будет чистенько будет дышать хорошо наши шутки последнее время начала по кроватям шарить что-то прям очень часто покрывала покупала девочки маленькие были покупала вот эти вот покрывала вот это вот и киевская постель это мы в икее брали с александрой или я сама была не помню александра все что я буду туда в комнату мне надо разобраться в комнате сколько время прошло сумме я ее не открывая я блин последние деньги платила за обучение 60 евро в месяц поначалу я платила нет я говорю гитару гитару это тебе подарили да потому что я куда ну купила потом саша утром на нее снова будешь как макс тебе подарил гитару а гитара была первым бобби не макс подарила и гитару игрушечную она ведь я с такой не пойду на новый год я не пойду с такой учиться он говорит ты сначала иди с детской гитарой ну вот игрушка детям которую как баловайку дарит даме нормально я потом доплачивала покупала 80 евро 100 я говорю саш давай я буду платить этому я буду платить а посмотрим может быть частный этот самый будет частные уроки про жалко блин сколько лет потратить нифига не научиться хотя бы у на вольта унитанту на это вот туда вот за за это что и и Энон чейнтра А ты, блин, бегай за внутрь, не глази Хорошо Так, я пока спалить, я сама оберну, спалить я не надо Я сама обернула А что мне тут еще надо унести? Попылесос тоже я заберу туда, если хочешь Это яношные игрушки, их надо разобрать Все, я туда пошла металли только с вот вами Олег, а? Пойду там разберу, что я туда поскладываю Ты же туда огоньки запихала, ты что не видела? У меня же пойвется и все Много 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 Спрашивали, сколько метраж моего покрывало от Лауры Биджотти. Метраж 260 на 270. Все тогда девчонки. Давай тут тоже уберем. На них до фига пыли. надо форби чичалай форби чичалай форби чичалай воно пена не просто просто пыль не там еще быть вытереть этот самый не обузы тебя сзади такая фута грязная так сейчас я телевизор пылющи на телевизоре за две недели а вы говорите хорошо она там сусрач из одной комнаты говно в другое переносит ну так и переносим это уже хорошо становится телевизор цепляет сколько елку поставим сашим здесь вышел конечно цепляется дофига пыли как вы хотели у тебя чистый и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok